ребят всем привет всем привет мы с вами едим шоколадки дубайский шоколад короче маша сходила сегодня маша расскажи я сегодня просто такая путешественница жесткая это был самый отвратительный прогулка потому что было очень мне жарко в угах мне было очень плохо пока я шла я сначала приехала на точку там этого шоколада нет я поехала к ним в офис прямиком а скажи когда можно разломить так а чё разлом разламываю ребят смотрите момент истины чё пробуем кучу чай горячий кстати да не надо господи как я снимала мог банк вот недавно с рыбой и на арену капнула масло селедки и там короче потом мы пошли гулять и это жестко меня захейтят потом помыли голову так ну чё да пробовать все поехали смотрите вот он давай наливать чай ребят такой шоколад мы очень долго его хотели ждали вы просили я не знаю насколько это вкусно я пробую мне пофиг достаточно нет мне место ну давай мы ни разу это не пробовали стоит 1400 да вот такая вот плитка как блин аленка слушай ну я не понимаю вкусу подожди хрустит халва это прям знаешь знаешь что это похоже да вот это халва в брикетах да ребят знаете никто не говорит вообще какое-то что-то по вкусу сигарет как вкусно как это ребят это ну она хрустит просто на хрустит халва так не хрустит это вот как халва знаешь вот это вот покупная ну вот это как халва ой дозированная квадратчики вот эти вот шоколаде да 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 вкусно бин покажи нет безумно вкусно ребят на 1400 это очень дорого такая вот плитка дешево 1000 1500 даже на 1490 а если заказывать через яндекс еду так там вообще такая плитка стоит 3000 на самом деле вкусно на самом деле вкусно похоже на халву только вкуснее даже блин можно покажу может как у тебя тут она просто посмотрите посмотрите на это но нет ну как бы офигенно да ну вкусно не знаю как халва на полторы тысячи вот этот фактор честно не стоит я вчера дивидио купила чего купила дивидио на хрустит слышите все говорят типа хруст 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 реально есть ну прям ешь не хочется ставлю то да еще франч кис вкусный шоколад кстати у франч кис самая доступная цена да и там у них по моему вот этот вот дубайский шоколад заново какой-то первое первое место где-то что-то золотая медаль у них типа мишленская звезда ты говорила вообще ну что-то да вот подобное ну да ребят я честно я устала снимать видосы от хейтеров от хейтеров не впаять просто и и выдохать как будто бы знаете чуть-чуть вот все сегодня такое состояние а мы шоколаду поедем стать лучше не отморочи лечь отдыхать ну такой вот осень хандра все началось слушай у меня это вкусно дорогой десерт вкусно да мы думали сказать что может быть это не ну переоценено нет это как вот как вот эта халва наша российская только если бы начинка была жидкая внутри потому что здесь на прям жиденькая но вот это прям вкус халвы все-таки да я кстати я вот так и думала прям думаю потому что халва она на самом деле у нее есть хруст такой есть он есть у нее и вот это прям очень тут хруст за счет этого за счет вот этих вот тесто вот этого да 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 вот эти там как бы гранулы такие маша сегодня в ультимативный форум мне сказал убрать чарли что он не будет сниматься если здесь будет чарли но я и сказала что маша это мой youtube канал я не буду убирать чарли давай будем на твой сниматься на твой мне будет чарли как или оттенил но маша реально боится ну не боится и неприятно когда вот он не упугает типа хотя он просто так сидит рядом ну кстати на вкус как вот эти вот фисташки прям да вот есть короче если хотите почувствовать дубайский шоколад купите шоколадку милку видать и с фисташками перекуску ешьте ну что чарлик ну да вы знаете ну такой я зоофоб я наверное все таки но люди знаешь пишут тоже что хотят его это но я не хочу мне сегодня он особенно знаете милый спокойный да вот сейчас вот он как как бы не это вот не так Маш а ты можешь его поцеловать? нет потому что моих сил но я не могу ему правда Катя ты она боится Маш знаете может быть когда нибудь в этой жизни я заведю собаку нет я поцелую чарлика но когда он уже будет старый и когда он уже вот знаете ты Катя давай сейчас все там это 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 ну все ладно иди байк на коменты не бойся так давайте еще слушайте ну если честно как бы красиво все выглядит так сейчас я тебе заходу на перец подожди нам надо еще оставить что то есть не просто так так Маш что ты шепчешь посмотрите как это выглядит смотрите как это выглядит ну круто слушай ну класс я откушу тебе сейчас дам нет а я все уже может ну надо еще снять для этого для чего для ютуба мне ну типа не именно как там я ем а просто просто что-нибудь такое а вот это кому короче говоря знаешь есть такие блюда которые реально пользуются спросом ну эринта девчонки я не знаю о чем рассказать честно кстати я сегодня была в больнице мы сдали анализы типа чкап после беременности там хватает мне витаминов не хватает это все пока неизвестно а сказали что-нибудь хочешь не ничего не сказали просто посмотрели там была у гинеколога там кардиограмма ну вообще полностью все ну на мою еще ты сдавала кровь да ты еще этот видос там закинула в телеграмм в телеграмм да это очень это очень страшное зрелище ну там прям ну там на самом деле так опа и мелочка прошла ну это вообще я лично я я вообще нереально боюсь сдавать кровь знаете в чем да ну не рассказывай очень будешь давать кровь да и типа есть ли вообще что-то что я не боюсь у меня вопрос к самой себе ну ну чарик это не боишься блин вот у вас будет младшая сестра вот вы с ней и думаете как обращаться я со своей так просто кнутый пряник понимаете только так ну ладно блин это моя любимая сестра чарик да иди сюда господи ариша кстати чарика вообще не боится ну ну знаете если бы наверное я вот родилась уже там сразу с собаками рядом наверное я тоже не боялась но у меня видите у нас же был дружок ой что там дружок я его пару раз погладила и все а я его помню уличная собака же бывает я помню он приходит у него он весь в клещах обвешан знаешь как у этих короче знаешь что сегодня было у меня девушка берет кровь я ей говорю ой вы прям так не больно беру а нет я говорю вот вы не боитесь я говорю да я вот уже рожала как бы не боюсь а она как бы моя ровесница я уже рожала и она знаешь как говорит ну и что наличие ребенка ну позволяет вам что не ну как бы а что меня это разве не ребенка я говорю ну я не к тому я говорю просто я как бы беременная была ходила там она решила короче кровь сдавала кровь сдавала каждый месяц ну как бы привыкла уже что такая процедура ну для меня это не шок привыкла говорю раньше тоже очень боялась а сейчас вот так как я уже сама ну как бы много раз сдавала не боюсь она такая а ладно вы в этом плане хорошо я говорю ну вообще вот я там наблюдалась когда там беременность у меня была наблюдалась в больнице и там прям совсем не больно брала женщина кровь даже называла комаром женщина так за глаза что это настоящий комарик она берет не больно и она короче так говорит а ну да редкие и она уже берет в этот момент так а ну да редкие врачи умеют хорошо брать как будто бы она ей показалось что я ее этим задеваю что рассказываю ей про свой положительный опыт а я абсолютно без этого говорю я чувствую что она так думает и говорю ну вот вы тоже хорошо сейчас взяли она такая да спасибо ну короче очень странный какой-то диалог был хотя казалось бы она вроде хотела быть милой она прям хотела быть милой и она улыбалась но когда ну вот это через улыбку пассивная агрессия вот это странно хотя она может быть и знаете она бы не хотела показывать эту пассивную агрессию но она ее показывает на ее месте можно было просто сказать ой здорово что вы не боитесь а не говорить там ну типа ну вот какие такие вещи ты поняла да 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 начинать ну какое-то тупое разъяснение что ой а если бы а неужели ребенок это то это все ну типа сразу типа она знаешь как бы уничижила чуть-чуть циваи кгиту все равно это достоинство как бы женщина очень сол iT а я то имела ввиду и не то что вот я родила а то что когда ты беременна тебе постоянно берут кровь они в принципе потом когда ты рожаешь у тебя там катетер постоянно стоит ну то есть какие то ну девочки у кого кто рожала или у кого были операции те, наверное, ну, как бы понимают, о чем речь. И просто сам период беременности, ну, много ты сдаешь крови. Ну, я все равно немножко боюсь. Ну, короче. И вот так. Ну, мне сейчас не очень понравилось. И потом мы еще встретились с ней в коридоре, и она такая говорит, ой, ну как вы? Все хорошо? Ну, короче, странно. Юлечки, вот такой остался кусочек. Ну, вот целую шоколадку, что-то с Юлей. Интересно, сколько это калорий? А у них есть, кстати, у них на сайте есть калораж, там все кобежу там расписано. Жиров, да хрена. Я смотрела, очень много именно жиров. Нет, 36 жиров. 36? 36. Ну, понятно, дело, мало полезного, но это, конечно, все равно балдежно. Ну, вкусно. Ну, вот ты бы купила второй раз. Нет. Ну, за 600 рублей, напустим. Вот за 600, да, вообще, вот без проблем. Ну, 700. Максимум. Это не стоит полторы. И это еще самая такая минимальная цена по всей Москве. Это вообще... Ну, ты рад, что попробовала? Да, я рада. Как раз. Я сегодня билась. Ну, я, короче, позвонила Кате, говорю, Кать, ну, все, так, так, там уже, ну, как бы, тут нету куда ехать, ну, как бы, я нигде там не могу найти в наличии. И Кать такая, ну, если не найдешь, приезжай просто. Я такая, нет, я должна найти все-таки. Я сказала, я это еще сказала, я сказала, думаю, ну, я расстроила, что Маша не может. Я понимаю, ладно, пофиг. А я знаю, я, вот я изучила все вот эти, знаете, вот такие тонкости в Катеном тоне, что я понимаю так, ну, ладно. Придется искать просто. Реально, да? Я не поеду, да. А мне, кстати, пишут себя, Катя такая солнышко, такая добра, ты пишешь, нифига она не добрая. Ну, нет, она, она, мне кажется, я немножко тиран. Ты не тиран, ты очень правильный, да. Не, на самом деле, ты вот мой солмейд, знаешь? Ну, нет, Маша, расскажи правду. Это, это, это правда. Потому что, сейчас, если у тебя кинетический интеллект, вот, знаете, канал Кинетический интеллект, который изучает людей по мимике? А, типа, да. Она смотрит на левую, она врет. Типа, она там думает, то-то-то-то, ну. А я знаю, нет, я правду говорю, потому что, вот, знаешь, ну, как бы, я всегда росла, меня так вот сюда тю-тю-тю-тю, там, Машенька такая-то, а Катя, она очень правильно, она меня как будто довоспитывает, типа, знаете, вот такое есть. Хотя я сама не воспитываю, а меня... Вот так, у нас тут это... Командир командиров. Да, ну так, ничего, реально? Ну так, и поэтому, да, я очень рада, что, знаешь, что у меня вот есть такой вот близкий человек, который может, ну, вот, как бы, знаете, вставить, и ты такой, блин, да, реально. Включиться. Ой, у нас авария. Ну, короче, ну, я, ну, мне кажется, я не прям душка-плюшка. Вот так-то. Нет, ну, блин, а зачем быть душкой? А кто, а кто душка? Я тоже не душка. Но многие, как бы, потом такие, вот, она не такая, на самом деле, какая-то секая. Ну, это... Это, вот, видимо, вот эти NLP-шники, которые шарят, да, там, кто куда посмотрел. Они, видимо, видят то, что ты смотришь очень много налево, значит, урешь. Потому что, да, там, если направо, то это вспоминает человек, а налево, это, типа, он пытается построить какую-то, типа, стратегию положить. Ну, там в целом, понимаешь, там в целом надо смотреть и на руки, и на положение тела. Не только, не то, что, типа, тебе же нос, это значит вранье. Нет, это может быть напряженно, снимаешь, ну, как бы, там разные-разные-разные. Но если да... Да, 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 да. Опять, да. Все, уже получаю. Ну, знаешь, это было неправильно сказано. Трэш, Маша, реально, говори, что хочешь. Я тебя люблю. Ну, я честно это... Я честно это говорю, знаете, ну, так есть. Ну, я правда это говорю, блин. Где? А насчет? То, что ты вот хорошая. А, ну, блин, от чарика я не убираю. Ну, я вообще считаю, что его не надо. Маша должна преодолеть свой страх. Конечно, конечно, и стать сильнее. На протяжении вот всех видео я преодолеваю. Сначала Маша реально очень поелась и прям плакала. Да, сейчас прям, вот видите, он вот рядом шевелится, мне уже норм. Да, ну, то есть, мне кажется, мы таким образом придем уже к, знаете, безусловной любви. К Чарли. Да. Я очень на это надеюсь. Поэтому... Там Арина уже лезет. Че, все, заканчиваем? Все, мы заканчиваем. Арина лезет. Ребят, ну что? А что ты лезешь штучку? Тебе. Это ли не любовь? Она вот эту штучку оставила. А она там без начинки. Нет, с начинкой. Смотри, покажи им. Ну вот эта же с начинкой. Покажи им. Так она меня любит. Ребят, для вашей сейчас шоколадка. Ну что? Все. Всем большое спасибо за просмотр. Я не такой мукбанк, ребят. Ну, немножко такой. Такой. Да нет, хороший мукбанк. Хороший мукбанк. Я всегда, когда монтирую, потом, у меня, знаете, прям, вот я монтирую, когда, я сначала думаю, фигово-фигово. А когда монтируешь, кажется, это классно, прикольно. Да, отлично. Все, куча. Ну, хейтеры, конечно, все равно напишут. Ну, можно ребенка убрать в папе. Ребят, ну, поймите, это жизнь. Это жизнь. Это реально, Женя. Все не так, знаете, просто. Ну, чего? Все? Все? Какая-то хрень. Да, получается? Нет, мне кажется, очень хорошо. А что хрень? Ну, поели. Ну, что еще надо, да? Что еще надо? Вырубай. Пока. На красную эту штучку. Угу. Все? Включила опять. Новую включу. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует...